В Ненецком округе стартовал цикл профориентационных мероприятий для окружных школьников и студентов. Ребят познакомятся с спецификой работы предприятий и учреждений. Первая экскурсия состоялась по Дворцу культуры Арктика. Наталья Кислякова с подробностями. Злата Гринченко учится в девятом классе. В свободное от учебы время школьница занимается вокалом, играет на пианино и ходит на спортивную секцию по волейболу. Злата признается, экскурсия увлекла ее настолько, что ученица уже думает по поводу будущей профессии. Работа, наверное, костюмеров. Потому что там очень интересно шьешь, придумываешь свой дизайн. Я тоже придумываю и шью. Как-то схоже. Анастасия Рогожина впервые попробовала себя в роли звукорежиссера. Школьница и дома составляет свой плейлист за компьютером. Но на таком оборудовании, как профессиональный пульт, работать еще не доводилось. Мне очень понравилось сидеть на месте звукорежиссера, потому что я люблю музыку и люблю ее регулировать на свой слух. Очень нравится с музыкой работать. Сама вот сижу за компьютером и на всякой музыке работаю. Экскурсия для ребят прошла по основным подразделениям Дворца культуры Арктика. Школьникам показали работу изнутри. Ребята посетили закулисье, познакомились со спецификой деятельности звука и светорежиссеров, специалистам мультимедиа, техника сцены и других сотрудников. Специалисты рассказали, в чем состоит их работа. Также посетили комнату костюмеров, где костюмеры показали свой объем работы и как они что делают. Профориентационные экскурсии проводятся для ребят 8-9 классов Центром занятости населения совместно с комиссией по делам несовершеннолетних. Цель экскурсии – познакомить школьников с профессиями, которые наиболее востребованы в округе. Вообще у нас в городе не так много учебных заведений, поэтому мы все-таки ориентиры делаем на те профессии, на которые можно обучиться у нас в городе. Подобные экскурсии пройдут также в коммунальном предприятии «Чистый город» и на Ринмарском горпо.